Я говорю вам, будьте осторожны. Женщины не такие, как мы. Бегать на сторону для них неестественно. Типа, как мы бежим куда-то в отель, а потом моем херу, умывальники и такая херня. Женщины делают это стильно. Они не бегают на сторону, как мы. Женщины делают это стильно. Они думают, я не часто это делаю, так что сделаю как следует. Знаете, когда ваша женщина собирается налево? Вы продолжаете изменять, и в конце концов она говорит херню, типа, знаешь, я думаю, я съезжу на Багамы на выходные. А вы говорите, хочешь, чтобы я поехал с тобой? А она, нет, мы с подружками поедем. Мы с подружками. А мы тупим, мы начинаем думать, как пиздятинки перехватим, пока ее нет. Так что, поедешь сама? Да. Ладно. И вы посылаете женщину на романтические Багамы одну? Одну на Багамы? Она идет по берегу, весь день лежала на пляже, она загорела, она красивая, у нее роскошное тело, она идет по берегу на Багамах и плачет. А вокруг на берегу влюбленные парочки, а она одна, идет по берегу, грустная, думает о тебе, а кругом такая романтика, шум океана, и волны плещут, и лунная дорожка на воде. А ваша женщина стоит, смотрит на все это и плачет. И тут внезапно появляется парень по имени Декстер. Декстер Сент-Джок Идет, помахивая хером И подъезжает к вашей женщине с этой Багамской поебенью. Что такая красивая девушка делает от дна на острове любви? Это остров влюбленных, ты должна быть в чьих-то объятиях сейчас, почему ты плачешь? Мы немного поссорились с моим парнем, так что я пришла сюда все обдумать. В каком отеле он остановился? Я ему расскажу, как обращаться с такой принцессой, как ты. Если бы ты была моей женщиной, я бы любил тебя круглые сутки. В каком отеле он? Он там, в Нью-Йорке. Да ну! Слушай, красавица, давай пойдем ко мне. Посидим, поговорим обо всем. Только поговорим. Он ведет вашу женщину к себе домой. И скручивает охуенный Багамский косяк. Вот такой охуенный. Ставит записи Боба Марли. И Боб такой начинает. Не позволяй им путь тебя, ой, нет. Я даже пытаюсь путь тебя, ой, да. Может быть, это любовь? Тогда быть любовь. И хер болтается. И вдруг раз, Декстер уже ебет вашу жену. Как следует. Отсылает вашу женщину домой, летящей на крыльях. Она входит в дверь, вот так. А мы тупим, мы думаем, что это из-за погоды. Говорим, дедка, тебе надо почаще где-нибудь бывать. А она говорит... И она никогда не расскажет тебе свой маленький секрет. У всех женщин есть скелеты в шкафу. Все женщины делали такое, о чем знают только двое. У всех женщин хоть один скелет да есть. Даже у таких милых невинных малышек есть такое, о чем знает только она и другой. У всех женщин. И не надо, смотрите на мужиков, они смотрят на женщин. У тебя есть скелет в шкафу? Мне кажется, я видел кость у тебя в туфельке. Это чей был скелет? Не обманывайтесь, у них у всех есть скелеты в шкафу. У некоторых не ебаться кладбища в шкафах. Открывайте дверцу, а из шкафа нахер вороны летят. Так что будьте осторожны, будьте осторожны. Найдите человека, который вам нужен. Кого-то, с кем будете всегда, найдите свой идеал. Я не говорю, что есть идеальные люди, я говорю, мы несовершенны. Найдите такого же ебнутого, как вы сами, и остановитесь.